Привет, друзья! Продолжаем вчерашний разговор. Я сегодня вам расскажу, что такое детерминатор и констататор, с помощью которого человек может вызвать у себя управляемую обратную связь, то есть аутогенный рапорт. Этот доклад у меня был в свое время напечатан в Монте-Карло. Монако. Значит, это было много-много лет назад, куда меня пригласил Сдена Крейдек. Это была международная конференция по проблемам психотроники. Называлась «Структурой методовнушения». Что такое детерминатор? Это некое действие, которое вы совершаете сами. А если кто-то вас гипнотизирует, значит, он вам предлагает это действие сделать, который вызывает характерные ответные реакции, которые вы заранее знаете или он знает, а вы не знаете. А констатация – это вербальное или осознанное сопровождение вызванных реакций подтверждающими, подкрепляющими какими-то символами. Ну, например, если кто-то это вызвал у вас, какое-то действие характерной реакции, вербально он подтверждает, говорит, видишь, видишь, вот у тебя пошло, 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 и подключает уже то, что он хочет. И у вас появляется управление со стороны. А если вы сами делаете, то у вас получается управление самим собой, своим состоянием и теми внутренними ресурсами, которые раньше прямому контакту волевому не подчинялись. И могли вы о них даже и не знать. Ну, в качестве такого детерминатора, например, в методе «ключ» используется один из приёмов. Ну, например, представьте себе, я предлагаю человеку встать, он встал. Я ему говорю, ты вот стой и расслабься. Да, он встал и расслабился. Я заранее знаю, что сейчас будет, и я ему говорю, теперь, пожалуйста, ты контролируй себя, наблюдай за собой, куда тебя тянет, назад, вперёд, в сторону, по кругу или как. И отпускай себя туда, чуть-чуть, туда, куда тебя тянет. Это детерминатор, потому что это у всех так происходит. Если вы встанете, ну, у дивана в первый раз, если вы встанете, расслабитесь и будете наблюдать, куда вас тянет, и отпускать себя туда, куда вас тянет, вы заметите, что у вас реакция усиливается, потому что усилие, дающие результаты, сразу расширяет зону влияния этой доминанты, которую вы сейчас создаёте. Да, потом я вам говорю, а теперь держи руки перед собой и понаблюдай, куда их тянет, или вправо, или влево, и в сторону. То есть создаю детерминатор. И констатирую то, что я вижу. Ну, к примеру, я вас обучаю, да, и инициирую, так называется. Ну, и он наблюдает и отпускает туда, куда тянет. И, короче говоря, если я так буду делать с вами, или кто-то, а сейчас все гипнотизёры берут мои приёмы, ключа, и начинают с их помощью других гипнотизировать. Поэтому я как раз открыто всем рассказываю это, чтобы меньше было манипуляторов. Потому что чем больше людей имеет знания, образования, поэтому мы делаем ликбезы, то есть ликвидация безграмотности против стресса, как защиту от манипуляций и посторонних влияний, которые вам не нравятся. Чтобы вы сохраняли здравый смысл. Я, Стаси Умау, верю в себе во всех обстоятельствах, несмотря на тот шум, который идёт из интернета, по телевизору, много манипуляций всевозможных. Да, иногда просто идиоты ставят какие-то глупости, чтобы вы сохраняли здравый смысл. Так вот дальше. Вы сами можете задавать себе детерминатор. Вы сами можете, например, знать заранее, какие характерные реакции вызывает то или иное самовоздействие. Ну, например, если сжали кулак. Вы же представляете, что при этом будет? Какие ощущения вы будете чувствовать? Ну, вы сжимаете кулак как можно крепче, крепче, крепче. Сжимаете кулак как можно крепче, крепче, крепче. И наблюдаете, какие у вас возникают ощущения. И пока вы этим занимаетесь, вы уже отвлекаетесь от всего постороннего. Ваше внимание локализуется, там, где внимание, там и сознание. А потом это кулачок. У нас приём такой ключа. А потом вы воображаете себе уже то, чего нету. А связь-то уже создаётся обратная, управляемая. Воображаете себе, что внутри вот этого напряжения, которое у вас есть, здесь внутри загорается теплота. А тепло – это расслабление, это комфорт, это хорошо. И получается парадоксальная реакция. В напряжении вы вызываете расслабление. Парадокс разрывает все шаблоны. Как говорил Пушкин и гений, парадокс вдруг. Разрывает все шаблоны, и у вас там внутри появляется свет, тепло в этой напряжённой деревянной руке. Это же я показывал, показывал, кулачок называется. Это деключ. И там внутри появляется расслабление, а потом вы кладёте руку. Отпустили мысль на самотёк. И такая разгрузка пошла. И такая безмятежность. И тело начинает покачиваться, и отпускаете себя туда, куда вас качает. Волна называется приём. Вот видите, как я от одного приёма перехожу к другому, и вы можете этим легко пользоваться, и вы начнёте понимать, в чём же суть структуры внушения. Как вас берут иногда на улице цыганка, как она вас загипнотизирует, и просто начинает вам говорить что-то необычное, или вам начинают гадать, и в это время подкидывает вам какие-то слова, говорит правду, 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 а потом то, что она хочет, и вы тоже воспринимаете без критики. Создаётся рапорт. Так вот, много таких разных приёмов в ключе, которые можно использовать. И вот эти гипнотизёры пользуются вот этими приёмами. Причём один из меня прямо хвалится мне. Ты знаешь, я это всегда делаю, когда у меня трудный гипнотизированный пациент. Я беру ему, даю твои ключевые приёмы, и через это его погружаю в гипноз. Да, друзья мои, сколько всяких таких. А мы должны быть устойчивыми, стресс-устойчивыми, потому что стресс-устойчивость повышает иммунитет. Я ни за, ни против. Вот сейчас такая ситуация. Я говорю о комаре-беспилотнике. Вы понимаете, о чём я говорю. Кто смотрит мои ролики, сразу понимает, о чём я намекаю. Вот. Такая ситуация. И в этой ситуации, чтобы создать щит противодействия, я же не агитирую ни за, ни против. Я просто вам предлагаю повысить стресс-устойчивость, потому что от этого зависит иммунитет. И это защита против всех вот этих вот безобразий. Иммунитет. Это же красивое. Это такое состояние, когда вы, несмотря ни на какие влияния, и стресс-иммунитет, и физиологический иммунитет против всяких вот этих вот, где летает наш комар-беспилотник, пробиваясь сквозь тернии к звёздам, выставляем защиту против всех безобразий. Повышая стресс-устойчивость. Конечно, у меня на первом сайте стресс-сул, так и написано. Повышение стресс-устойчивости населения с помощью современных образовательных технологий. А на втором сайте хасайру. Тоже смотрите, пожалуйста. Там очень интересные материалы. Смотрите. И в первом сайте видеоархив потрясающий, и Минобороны, как я обучал там сотрудников, и МЧС. Вы знаете, я готовил специалистов 17 стран НАТО. У меня почётная грамота МЧС России. 17 стран НАТО. Да, было время такое, когда мы все там сотрудничали, дружили. Да. И скоро опять будем дружить со всеми, потому что наша школа «Человек будущего» «Хомо футурус», для сокращения кризисов и войн на планете, для сохранения разума на Земле, чтобы люди не превращались в роботов под гипнотизацией всяких этих вот влияний, да, чтобы мы были людьми и создаём науку человечности совместно. Это любовь, сопереживание, чувство чужой боли, сострадание, это совместное творчество, потому что только человек может делать открытия, роботы делать открытия не могут. Они исполнители, исполнители. До встречи, друзья. В следующий раз ещё что-то расскажу, а тем более на вебинаре, который у нас состоится 9 сентября в 20 часов 30 минут, о чём будет ещё объявление специально во всех сетях, куда вы сможете выходить в зум, задавать любые вопросы, потому что в этом вопросе главном, как устроен механизм бессознательных процессов, я такой док, ого-го, я дружил даже с Басиным Филиппом Виняем Миновичем, который в своё время был самоорганизатором конференции международной в Тбилиси по проблемам бессознательного, у которого была монография бессознательная, да, и он сказал мне, я ещё студентом был тогда в мединституте, я ему жаловался, я говорю, я вот этим занимаюсь, этим занимаюсь, этим занимаюсь, а мне надо на лекции ходить, я думал, что он мне поможет каким-то образом немножко там, чтобы послабление в институте было, там же нельзя вот так, а он мне говорит, я, говорит, вас понял, вам надо этого джина, поиска научного в голове своей укротить, вам надо сначала закончить институт, потом работать в какой-то лаборатории научным сотрудникам, а потом уже заниматься тем, что вы поиском занимаетесь, я очень был огорчён, автор проблемы бессознательного даёт мне такой совет, неужели он не понимает, как можно укротить дьявола творчества, ну, конечно, я закончил институт, и потом мы гордились очень много лет у меня в институте проходила конференция, на который я пригласил со своей школы Человек будущего Холма Футурус, тогда назывался Центр Саморегуляции Человека Холма Футурус, из 70 городов СНГ, я делал лекцию, и вышел декан факультета одного по физиологии, где я учился, который вечно мне ставил там, не допускал, не допускал, пока я отработки не дам, и вдруг он говорит, это был наш лучший студент. Вот такие дела, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok